Соседи устали воевать с хозяйкой одной из квартир на улице Педагогической. На всю парадную от её жилища исходит зловещий запах мусора и вонь от животных. Кошек держат, котяты таких держат, куда они ходят. Они там же и серуты изображения, там же испражняются, воничь и стоит невыносимая. Мы из-за того, что здесь хоть не задохнуться, там дверь открыта, всё полностью, стёкол нету. И там стёкол нету, понимаете, для того, чтобы хоть как-то, как-то выветривался вот эта вонь. На протяжении 10 лет хозяйка квартиры мучает своих соседей. Одни перестали надеяться на чудо и переехали. Другие изо дня в день обращаются в различные инстанции. Мы говорим ЖЭКе. Вот в ЖЭКе у нас было 5 человек, пошли мы, написали заявление и всё. Уже не раз писала заявление. А ЖЭК говорит, а что мы можем сделать? Разводят руки. Участковые вызывали сюда, а что мы можем сделать? К хозяйке не раз приходили специалисты, но пускать она их отказывалась. Говорит, открывать дверь не будет, боится, что её уничтожат. Соседи опасаются инфекции и заболеваний. Кроме того, к ним перекочевали тараканы и блохи. В коридоре стоит ужасная вонь, а из-под дверей выползают тараканы. Сама хозяйка дверь нам не открывает. Даже коллективные жалобы не помогают устранить проблему. В ЖЭКе только разводят руками. С нашей стороны сделали то, что мы должны сделать. Написали предписание, чтобы она убрала у себя в квартире. Это её частная собственность. Она должна у себя в квартире убирать, не создавать какие-то неудобства жильцам, соседям. Поэтому всё, что от нас требовалось, мы сделали. А зайти мы туда, это же частная собственность, не можем. Ну, садим, посудите, правильно? Начнём какие-то действия. Завтра меня вызовут в суд, скажут, что это самоуправство. У женщины нет ни света, ни газа, ни воды. Всё отключили за неуплату. Из квартиры выходит только по ночам. А возвращается часто не одна, а со своими друзьями, которые, как и она, собирают на помойке мусор. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, Телеканал Репортер.